Всем привет! Сегодня открываем вместе мои новые парфюмы. Здесь один подарок и два парфюма, которые я сама приобрела. И первый парфюм, которым я хотела бы с вами поделиться, это вот Шанель из эксклюзивной линейки. И как вы думаете, что это? Это Сикамор. Вот, Шанель, Сикамор. И у меня это такая версия Odo Parfum. В парфюмированной воде. И сначально он был представлен... Вот, его открываем с вами. Сначально он вышел в 2008 году и был в версии туалетной воды. Парфюмер здесь Жак Польш, отец, сын Оливье Польш. Так что это еще детище Жака Польша. Открыли. Хочу с вами поделиться, да. Вот, когда была туалетная вода, я его очень часто тестировала. Я его хотела, у меня был он в таком маленьком формате. На тот момент у меня был такой несколько другой вкус. Вот вы помните, может быть, я вам рассказывала, я даже Фредерик Мальвитивер Экстраординар, я его приобрела, но все-таки он для меня был слишком мужским. Вот, а сейчас, вот затестив вот именно вот эту версию парфюмированной воды, вы знаете, я удивилась, что он... Давайте его вот так нанесем сюда. Что он, вы знаете... Да, в нем есть его характер, вот эта терпкость, ветивер, терпкость ветивера. Он относится к группе Шипровой Древесной. И в 2016 году вот нам сейчас доступна версия парфюмированной воды. Здесь есть, помимо ветивера, по-моему, кипарис, альдегиды, можжевельник, табачные ноты, специи. Что там еще было? Табачные ноты, специи. Если кто-то что-то мне скажет, ну, я еще какие-то дополнительные ноты есть, мне будет интересно, потому что полностью я не готовилась. Я, вы знаете, как-то вот хотела его именно открыть вместе с вами и поделиться своим первым впечатлением именно дома, да, когда мы открываем парфюм. Потому что вот сколько бы я не тестила, не ходила на затесты именно в магазин, в магазине все равно у нас какое-то, вы знаете, другое восприятие парфюма. А когда мы приходим домой, мы настолько становимся сами, не знаю, может быть, сами с собой, не утверждая, что я когда на улице, что я не такая, какая я есть. Но все равно, когда мы как-то контактируем с внешним миром, мы другие. Ну вот. А сейчас дома я его могу как-то, вы знаете, вот именно в полном комфорте спокойно распробовать. Вы знаете, сразу, вот сразу почему-то есть такие альдегиды я здесь чувствую, чувствую отчетливо табачность. И мне кажется, в эти версии есть какая-то смягченная, смягченная версия по сравнению с Оду Туалет. Сколько раз я его угадывала на мужчинах, вот проходят мимо со стороны, и каждый раз, вы знаете, вот угадав его, что это сикамор, я оборачивалась. То есть мне было интересно посмотреть, от кого исходит именно этот приятный шлейф аромата. Я считаю, что этот парфюм, я не могу сказать, что это такое, вы знаете, прям супер что-то выдающееся, да. Хотя он не настолько старый еще. Поэтому, может быть, он в будущем все-таки займет свою нишу. Но я вижу, что мужчинам, например, он нравится очень, когда его тестят, да, всю эту линейку, подходят, что для себя выбирают. Женщины, я бы сказала, 50 на 50. То есть он, скорее всего, такой унисекс парфюм, но все же с уклоном в мужскую сторону. Для женщин все же чаще покупают беж. Гордынию, номер 18, 22. А сикамор – это всегда идеальный выбор для мужчин, которые любят ветивер. И что самое главное, я хотела бы отметить про сикамор. Конечно, я о нем еще буду делать отдельное видео. Сейчас просто первое впечатление. Вы знаете, что я хочу сказать, что он приземляет. Действительно, здесь содержится большое количество ветивера. На данный момент в сочетании с альдегидами и табаком. Можжевельник дает свежесть. Но вот именно ветивер, за счет ветивера, да, этот парфюм, он нам придает такую основательность. Вот когда я его обоняю, он очень организует, приводит мысли в порядок. И дает силы именно для выполнения каких-то повседневных дел. Он очень, вы знаете, в нем есть, с одной стороны, такое раскрепощенное какое-то настроение. Как многим, вот я слышала, что он напоминает аромат, когда в бане, да, вот мы своего рода как-то, знаете, оставляем все наносное. Да, вот мы обнажены и вот спокойно, да, за счет создания этого атмосферы пара в бане. И также этот парфюм, в нем есть раскрепощенность, но в то же время неимоверная, не знаю, тоже правдивость. И вот такой вот момент, что он вас собирает. И не могу не отметить тот факт, что также он звучит очень при всей своей деловитости. Раскрепощенности очень привлекательно. Вот сейчас на мой вкус, не знаю, он привлекательный, он привлекательный. И, конечно, это все дело вкуса, но может, вот для меня он, например, даже соблазнительный. Пусть он с другой стороны подходит, да, к этому понятию, но есть в нем это. Так, и что мне еще положили, какие пробнички. Так, смотрим, что это у нас. Это Буадезиль. Вот видите, мои дорогие, Буадезиль. Я помню, у меня он был еще в туалетной воде. У меня даже был большой флакон, 200 мл. Он мне, вы знаете, как нравился, но мы знаем, что Буадезиль, он такой парфюм очень, не очень-то истойкий. То есть вот тогда, лет 10 назад, я его еще не до конца смогла оценить, вот всю его красоту. И он даже как-то, вот знаете, в начале, там много альдегидов было, но в туалетной версии Буадезиль, он меня даже как-то поддавливал. Может быть, альдегиды тогда были для меня слишком сильны. Но я и номер 22 тогда не смогла носить, а сейчас я его очень люблю, да. То есть для меня это тоже открытие вот последнего года. И также Буадезиль. Вот сейчас у меня это в какой-то парфюмированной воде. И вы знаете, я вам могу сказать, что я практически, я вот влюбилась сейчас в этот парфюм, в Буадезиль. Для меня было сложно выбрать, какой я хочу, первый Сикамор или Буадезиль. Я очень надеюсь, что Буадезиль будет следующим. Вот вы заметили, вот когда я его нанесла, вы знаете, у него такое действие, он успокаивает. Он останавливает мысли. Он также называется, да, Островной лес, Леса островов. Этот парфюм, он был создан ещё Эрнестом Бо. наравне с номер 5, с Шанель номер 5, Гордении, Кюрдеруси. Да, было 4 парфюма, так как и Кюрдеруси, Гордения, номер 22. Буадезиль и номер 5, да, вот эти 5 парфюмов. То есть номер 5, он тогда не был эксклюзивной линейкой, я имею в виду 4 парфюма из эксклюзивной линейки. То есть это такой истерий, то есть старая школа парфюм. Может быть он станет моим новым ароматным я даже, я не знаю. Я его ещё поразнашиваю пару, не знаю, может быть месяц поразнашиваю пару раз. Ну вот, он, вы знаете, он к себе как-то меня влечёт, Буадезиль. Вот хочется мне его. Сейчас, видите, я пока разорилась, а при следующей возможности я, мне кажется, что да, нравится он мне. Ну посмотрим, как будут меняться вкусы. Вот он у меня настолько поражает, что даже не знаю, как-то, я не знаю, о нём поговорить по-человечески. Это надо мне ещё очень много времени его разношивать. Но вот видите, вот те, кто смотрели моё видео о парфюмах Шанель, наверное, когда я его снимала, может, полтора года назад, там я сказала, что я не подружилась, да, с Буадезиль в туалетной воде. Но вот видите, вот настал свой час вот всему в своё время, и именно в парфюмированной воде, не знаю, мне он нравится. Он, может быть, даже чуть слаще стал, айдегиды в нём меньше выражены. Ну такая красота! Ну я эгоист, я классический эгоист, я его также очень люблю. Потому что в них есть всё-таки перекликания сандала. Эгоист сейчас, на данный момент, он так звучит по одеколонисте. Но они оба для меня очень красивые. Так, и ещё мне положили пробничек номер 18. Смотрим. Номер 18, вы знаете, это такой парфюм цветочно-фруктовый. Пробуем его вот сюда нанести. Цветочно-фруктовый. Вы знаете, вот он такой парфюм о нежности, да? Вот о нежности, о ирисовых. Вот я улавливаю здесь ирис. Здесь есть цветочные ноты, фруктовые ноты. Он, вы знаете, в нём есть нежность, приглушённость. И что-то такое, не знаю, какое-то состояние чистоты, может быть. Вот незамутнённости. Но его буду ещё разнашивать. Поделитесь, если у кого есть номер 18. Как он, любите вы его или нет? Как вы с ним подружились? Так, это вот эти парфюмы. Что у нас здесь ещё? Так, ну вот, конечно, Шанель номер 22. Шанель номер 22. Конечно, это парфюмированная вода. Парфюмированная версия. И в туалетной воде я вам рассказывала также в этом видео о моих парфюмах. Всей моей коллекции Шанель, что я также с ними не подружилась с этой версией. Да, с номер 22 в туалетной воде. И вот я его, по-моему, я не помню, что-то у меня задавило. Или своей ладанностью, или альдегидами. Что-то, туберозой мне было, или ланг-ланг. Ну вот много мне всего было. Может быть, какой-то слишком сильно в восковости. А сейчас нанесём номер 22. Вы знаете, я поражаюсь сама себе. Вот как я могла его тогда не оценить? Ну, всё, проходят времена, мы все меняемся. Да, он сейчас стал, может быть, ещё концентрирование. Такой более мягкий. Вы знаете, номер 22 в туалетной воде. В нём вот есть характер туалетной воды. Он такой вот более угловатый. Да, на такие движения все. В парфюмах, если мы представим просто фантазийно, да, как парфюм себя ведёт, как молекулы в нём движутся. Вот для меня всегда в туалетной воде я ощущаю, что такие движения очень высокие. Так скажем, в высоту какие-то прыжки. А парфюмированная вода, она всё же всё равно какая-то более мягкая, да. То есть движение уже не с такой высокой амплитудой. Нравится? Также мне он нравится. Вот буду думать, какой мне следующий приобрести парфюм номер 22 или Буа-де-Зиль. Вот так вот. Вот такие мы женщины, всё у нас меняется. Да, он сильный, но для меня, не знаю, он также очень соблазнительный. Именно когда соблазнительный, в то же время он настолько вас собирает, организует. И в нём огромное чувство собственного достоинства. Есть Шарнель номер 22. Парфюм, который любит себя, вот так. И, естественно, дарит нам это настроение. Следующий, мои дорогие, следующий пусть будет вот этот парфюм. Это, как вы видите, парфюмом Рома. Этот парфюм я приобрела сама. Также, наверное, года два после того, как я затестила этот парфюм. И вот вы видите, это Тубероза, да. Я очень люблю ноту Тубероза. Когда мне хочется, я не могу сказать, что я могу её всегда, парфюмы с нотой Тубероза, что я их могу всегда носить, но когда мне хочется почувствовать такую женственность, всеобъемлющую, я всегда прибегаю к парфюмам с нотой Тубероза, да, к помощи этих парфюмов. Так, и смотрим. Вот так мы открываем его. Я его затестила пару лет назад. Меня он тогда поразил. Но всё равно я свой выбор остановила на фрака. И ту не сразу. То есть мне надо было ещё всё это осмыслить. Вот так он открывается. Маш любимый парфюмом Рома. Вот скажите, что всё равно эти парфюмы, у меня, в принципе, они настолько сильные, да, у меня с них большое количество именно такие на маслах, да, парфюма. Я его не буду сейчас распылитель у него заправлять, да. Но вот вы знаете, что... Вы, наверное, знаете, да, у кого он есть. Вот когда вынимаем, здесь вот сюда, конечно, будет распылитель вставляться, и здесь есть такая колбочка для путешествий, да, распылитель. И вот удобная воронка, чтобы переливать парфюм. Что оформление как нельзя кстати. Ещё бы была цена пониже, вообще было бы отлично, да. Но не мечтайте. Вот так. Этот парфюм был создан, по-моему, в 98-м году. Здесь составляющие его главные тубероза, жасмин и гордыня, да, вот. Это извечное трио. Ну вот на моё счастье, что здесь нет ванили. Если бы была ваниль, я бы, наверное, не смогла этот парфюм пережить. А так чудо. Зелёная, такая сочная, опьяняющая тубероза. Но в то же время... Вот, то есть она здесь... Есть здесь зелень, да, тубероза. Чувствуется. Но в то же время гордыня придаёт такую лактонность этой туберозе. И нет такой сильной... Такой сильно зелёной выраженности, как, например, в Kernel Flower. То есть он когда-то в это направление... Например, допустим, до зелёной составляющей Kernel Flower он не доходит, может быть, процентов 30, да. Классный. И вот, вы знаете, этот парфюм, он для меня... Он вот опьяняющий, да. У него такое есть опьяняющее действие на психику. Вот вы чувствуете себя в каком-то... Не знаю, в каком-то... Он переносит в какое-то другое мир восприятие, этот парфюм. Женственный, просто вот до мозга костей. Если вы любите туберозу, попробуйте. Попробуйте, я думаю, он может вам понравиться. Также из-за Parfumum Romo мне ещё понравилась парочка парфюмов. Очень хотелось бы с ними поближе познакомиться. Напишите, какие вам нравятся парфюмы из Parfumum Romo. Вот. И последний, это мой подарок. Смотрите. Так. Что у нас здесь? Мы видим Кристиан Диорда. Так. Так, так, так. Это Пуассон. Я очень люблю этот парфюм. Естественно, здесь главная нота Туберозы. Парфюм о Туберозе. Слива также здесь немаловажную роль играет. Мы его с вами открываем. Это туалетная вода. Я вижу 30 мл. У меня, кстати, вот в современной версии его ещё не было. У меня есть сейчас Экстрейту Парфам. Или Экстрейту Парфам. Экстрейту Парфам. А этот парфюм, вот он в туалетной воде. У меня раньше ещё у моих родственниц, да, естественно, у многих был. У них он был в туалетной воде. Вот, видите. Какая красота. Этот парфюм, по-моему, вышел в 85-м году. Если мне не изменяет память. Парфюмер здесь Эдуард Флешье. Этот парфюм поразивший, да, воображение многих. Вот, я его сейчас нанесу. Я больше чем уверена, что я его буду воспринимать ещё, обонять очень долго. Вот, 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 пошли. Опьяняющие нотки Тубероза. Я не знаю, мне кажется, многие его не могут носить. Говорят, что он какой-то... Что это всё слишком too much. Так же, как и поэмы. Ну, многие, и Амориш, многие говорят, что это вот такая старая школа. Что это, конечно, умри всё живое. Но бывает такое настроение... Вот для меня он не умри всё живое. Бывает такое настроение, вот, ну, хочется мне именно этого парфюма. И так же, вот, не знаю, как вы, я угадываю в нём иногда нотки винограда Изабелла. Красиво, очень красиво. Вот. Вот, а на сегодня всё, мои дорогие. Ещё у меня осталось парочку парфюмов. Может быть, я тогда сниму ещё одно видео и распакуем с вами другие парфюмы. Вот. А на сегодня всё. Всего вам самого хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok